Так, хорошо, Горячка. И сейчас мы бы хотели поговорить с Рионом, представителем Рака, как мы его понимаем. Он здесь, но он не ко мне, я к нему поднимаю. Нужно сказать на их уровень. На их уровень, хорошо. И как они, где-то находятся? Ну, тут какая-то другая градация. Но я не вижу, что их цель черная, темная. То есть, что они от темного, я не могу сказать. Хорошо, Иван. Здравствуй. Иван тут не один, то есть, он один. Из представителей? Их там много сзади бегает. А как они примерно хоть выглядят, бегают? Ну, тут не особо влажно. Да, есть такой гребень, как у петуха, белый, на голове, на спине. Ну, вот по росту, если сейчас, я спросила, сантиметров 20. Но сейчас они говорят, мы же не на физике находимся. Ну, да. А потом, да, как-то они сжимаются и заселяются в клетку. То есть, это энергетический сгусток принимает размеры клетки. Хорошо, Иван, здравствуйте. Здравствуйте. А что служит сигналом от приглашения вас заселиться в клетку? В какой момент вы заселяетесь? Я не могу сказать, что это определенный момент. Мы всегда с развитием клетки, мы всегда присутствуем. Просто потом идет активация нас в другом русле, в другой сфере. Хорошо. Как ребенка ты можешь воспитать агрессивно, а можешь воспитать спокойно. То же самое, но ребенок дается один, то же самое клетка дается каждому из нас. То есть, мы сидим в этой клетке. А провоцирует уже совокупность всяких факторов, программ внешних. Очень сильная, резонирующая какая-то, какой-то фактор, это стресс. Идет как давление, сдавливание. Получается, как перепрограммирование или смена полюсов. Я тут даже понять не могу, что передать вам. Это в клетке? В клетке? В клетке, да. Вот я задал вопрос. Вот очень многие уделяются. Почему у маленьких детей это все? Да, да, да. У детей это все идет от родителей. Это все идет из поколения в поколение. И это не дело одного выплеска, одного дня. То есть, сначала что-то спровоцировало. Было накопление чего-то негативных веществ в организме, в клетках. Потом вот эти стрессовые ситуации, они как будто заряжают нас, спровоцируют нас, заряжают, заводят, заводят. И мы потом активируемся. А можете объяснить, в чем это прослеживается? Это в ДНК или это в карме находится? Где это? Или в душе это заражение происходит, накопление? Нет, это происходит на физическом плане. А как же получается от поколения в поколение? Это в ДНК получается? Передается уже генетически. То есть, из клетки в клетку. От мамы ребенка? И не только от мамы. И от папы передается. То есть, вот это все только минимизировано. А когда вот эти клетки размножаются, можно сказать, идет как распаковка. Вот этих всех данных, заложенных в родителях предыдущих поколений. Нельзя сказать, что это именно идет от мамы и от папы. Это может исходить от бабушки, от дедушки, от прошлых поколений. Да. Клеточка вот это на все записывает. Все несет в себе. Все данные. Хорошо. Вы относитесь к грибам или к бактериям? Как вас можно характеризовать? Не могу так характеризовать нас. Потому что у нас очень-очень много вопросов написали наши подписчики. Не могу сказать ни грибы, ни бактерии. Мы не относимся ни туда, ни сюда. То есть, вы какое-то инопланетное, что ли, получается? Не инопланетное. То, что вы вкладываете в свои клетки, то вы и получаете. Тут нельзя сказать, что какой-то гриб попал и спровоцировал. Или какая-то бактерия попала и спровоцировала. И это идет накопление. Накопление ядов, тем, которыми вы дышите. Дышит же каждая клетка. Этот яд, он проходит пока по всему телу. И каждая клетка его впитывает. То есть, то, чем вы дышите, то, чем вы питаетесь, то, чем вы пользуетесь, средства гигиены, еще что-то. Это идет накопление. Очень много играет в совокупность этих факторов. То есть, влияют на вас химические шампуни, которыми мы там пользуемся. Зубные пасты влияют. Пасту. Пусть кажется все таким безобидным. Моющие средства. Но вы должны понимать, что микро-маленькие частички выпадают в нас. Потом попадают частицы от других средств. Иногда из-за этого получается всплеск. То есть, как химический процесс происходит. Как радиация влияет на вас? Положительно. Это как подпитка. Так, хорошо. А как вас можно минимизировать? То есть, это какой образ жизни должен быть у человека изначально? Во-первых, минимизировать нас надо. Это тоже работа не одного поколения. Конечно, питание, экология и внутреннее состояние. Потому что вот эти состояния стресса, они как будто стресса, нервозности, негативного ощущения, что они делают. Они подавляют клетки. Получается так, как будто нас сдавливают очень сильно. И потом отпускают. И мы начинаем активироваться после этого. Поэтому очень много факторов. Очень много совокупностей. И внешних факторов. Чтобы поделиться, да, надо делиться отдельно. От внешнего мира. Про все, что вас окружает. Пусть вам кажется. Посмотрите вокруг вас, что находится. Все оно излучает. Выделяет. Ненужные. Для физического тела. Для организма. Ненужные вещества. Это имеется в виду мебель. Ремонты наших квартир. Машины. Да все. Да. Полностью асфальт. Бетон. Воздух. Питание. Продукты. Все полностью. То есть у вас нет той энергии, которая нужна организму. Энергия солнца. Конечно, все должно быть в своих дозах. Все приличных. Почему? Потому что энергии природы нас, обычные клетки, гармонизируют. Стабилизируют. То есть мы работаем все клетки в спокойном режиме. А теперь, чтобы избавиться от информации негативной, которую несут клетки с поколения в поколение, надо очищать поколения. И это не одно. То есть это 5, 6, 7 поколений должны жить в чистых, незагрязненных, естественных, природных местах. Меньше стресса, больше гармонии, больше спокойствия внутри правильных, естественных, природных, натуральных продуктов. Отлично. Только тогда можно будет побороть. И не надо думать, что это что-то темное. Это люди делают сами своими руками. Каждый день вы это делаете все своими руками. А есть теории, что, например, рак, онкология – это как благодать. Как способ уйти раньше, и якобы он очищает душу. Можно сказать так. Почему? Потому что люди в таких моментах, куда обращаются, к Богу, к высшим силам. Почему? Что происходит в эти моменты? Руки опускаются, получается безнадежность, ничего не помогает. Человек своей верой идёт к Богу целенаправленно, полностью, и правильно делает. Неважно, в какой религии, через какую религию он идёт. Может быть, вообще ни в какой религии не присутствует человек, он идёт просто к высшим силам. Очень много случаев исцеления. Почему? Потому что своей верой, любовью, человек поднимает вибрации. в организме. Тем самым подавляет нас, наши клетки. Нашу активность, нашу жизнь подавляет. Жизнеспособность. То есть можно сказать, что мы, поднимая энергии вибраций, мы можем избавиться от отологии, от рака, да? Тут не могу сказать про энергии. То, что вижу внутри, показывает, что очень сильно влияют вот эти вибрации. То же самое, как запуск, пусковой крючок. Стресс, когда нас зажимают сильно, как сдавливают, как энергию, знаешь, сдавливают и потом резко отпускают. Может, энергию сдавливают, может и взрыв произойти. Сгусток энергии. Нас так запускают стрессами, негативом, низкими, негативными вибрациями, низкими. А когда человек идет к Богу, у него нет надежды. Он смирился, он отпустил гнев, обиду, страх, злость. Этих вибраций нет. Он поднимается к Богу, поднимается на уровень выше. Это любовь, ласка, приятие, спокойствие. Любовь самое главное. Какая-то безотказная. И повышается уровень вот этих вибраций, что пагубно на нас влияет. Не дает нам расти, подавляет наш рост. То есть радость. Самое лучшее лекарство получается счастье, радость. Самое лучшее лекарство отпускать злость, страх, гнев, обиду, ненависть. Самое лучшее лекарство вот это отпустить. Только с того момента, как вы отпустите вот эти эмоции, вы сдвинете их в сторону. И придет место для других эмоций, для других вибраций. Другие эмоции позитивные. Значит, вибрации будут выше. Организм будет наполнен, насыщен больше. Тоже показывает, что просьба родителей не винить себя в болезни детей. Потому что не всегда это именно как ваша вина. Ваша вина. Это может идти из следующих поколений. а ты просто как переносчик. Скажите, а как вы давно находитесь на планете, вот в клетках? Всю жизнь. Ну, а сколько веков? Или с рождения первого человека появление? Не могу сказать. Потому что раньше это меньше было онкологии, болезней? Раньше провоцирующих и пагубных факторов для человечества было меньше. Хорошо. Скажите, а химическим путем говорят, что появились уже лекарства от рака, от онкологии, которые людям недоступны. Есть. Есть такие лекарства. Действуют они не полностью. Действуют они не на корень проблемы. На что они действуют? На убиение как раз-таки полностью клеток. Что здоровых и что нездоровых. Это облучение, наверное. Реже и облучение, есть какие-то другие другие методы, где действуют так же. Так же. Нету метода, который действует выборочно и только на то место, где расположен. наши клетки. А хирургическим путем? Если вырезают полностью эту опухоль, у некоторых она появляется опять же в том же месте? А у кого-то отступают? Не только в том же месте бывает, и в других местах. то есть таким вот вмешательством хирургическим все равно вас не удалить? То есть вы есть все равно во всем организме? Мы есть во всем организме. Все зависит от состояния самого человека. То, что удалили вот эти клетки сгусток, этих клеток вырезали, они просто не видят, что уже другие клетки заражены и работают. То есть уже работают полностью как в негативном русле. Просто они еще не проявились, не вышли на полный план. Потому что они умеют взвешивать клетки, просматривать на энергетическом плане. Скажите, а рак это заразный? Нет. Это просто передается из поколения в поколение? Передается из поколения в поколение. А еще есть такая теория, что рак это механизм регуляции численности человечества? Нет такого. Если поколений нет, то значит это заслужено, не то, что заслужено, заработано в процессе жизни. Потому что мы можем отследить род, в роду нету больных рака. Человек в процессе своей жизнетворности набрал. То есть придавалось там чуть-чуть, там чуть-чуть, а на комнате уже активировалось. То есть кто-то дал полноценный выплеск, полноценный всплеск, набрался уже нужного количества негативного всего, чтобы эти клетки заработали. Скажите, а допустим, в прошлых поколениях болели раком, болели раком, этот человек конкретный вот сегодня, например, он может остановить эту цепочку и в себе не пробудить эти клетки? Может. Может. Я же говорю, что самый главный запуск, механизм, это вот как раз такие стрессы, вот это сдавливание вот этих клеток. Я говорю, от сдавливания происходит взрыв. Поэтому очень много влияет образ жизни человека. Ну вот опять же от подписчицы вопрос, правда ли, что рак у тех людей, кто держит обиду и непрощение? Не могу сказать, что это только обида или непрощение. Это накопление стрессовых ситуаций. Просто люди любят носить это в себе. Как говорят, проглатываю и ношу в себе. Не надо проглатывать, надо искать выход из этой ситуации, из негативной, из неприятной. Не надо её проглатывать, носить в себе. Да, вы можете промолчать, в голове её разобрать, эту ситуацию для себя и отпустить. А накапливать в себе и носить вот это вспоминать ни в коем случае не надо. Идёт подавление наших клеток, сжатие, сжимание, сжимание, сжимание. Потом сильный такой хоп, толчок, хлопок, нас зажали, отпустили и всё. И мы начинаем работать уже, запускать свой процесс и работать по-другому. Слушайте, а на какой стадии у вас можно остановить развитие? Остановить как бы и успеть выздороветь? если уже процесс запущен? То есть как выздороветь? Протез запустился, уже прошли какие-то осложнения? Всегда по-разному. Тут зависит от степени развития человека, от степени развития болезни. как? Потому что некоторые клетки сильно запущены. Процессы некоторые клетки уже можно сказать как умертвлённые, то есть ты их оживить уже не можешь, как бы ты ни старался. То есть они убиты, они мёртвые, эти клетки. А наши клетки продолжают дальше, дальше, наступать. Если вы наши клетки остановите, то человек всё равно не сможет существовать без тех умерших уже клеток. Поэтому тут всегда по-разному. Как сода пищевая влияет на ваше развитие? На эту тему очень много вопросов. Пищевая сода? Скажу так. Очень много влияет ваше отношение к этому процессу. К процессу именно как то или иное вещество влияет на вас. То есть на самом деле больше всего влияет не само вещество, а наша вера в это выздоровление. Когда вы ждёте, верите и надеетесь в это. У вас высокие вибрации, высокие чувства. Да, вера в выздоровление. Не важно во что, в какой химический процесс, в какой химический состав или в какое чудо вы будете верить. Очень много значит ваше состояние именно внутреннее, энергетическое. Ну вот опять вопрос. Я вас понимаю хорошо. Вот многие сейчас в одно время болеют и ждут помощи хоть откуда. Вот такой вопрос поступил от подписчика. Как мы на него можем ответить? Вот человек болеет и ждёт помощи хоть откуда. Как ему исцелиться? Лентяй. Вот. Лентяй. Не надо ждать помощи хоть откуда. Надо обращаться туда, куда ты чувствуешь, что тебе надо обращаться. Вот определённой направленности не могу сказать. Есть конечно высшие силы куда ты можешь обратиться. Есть люди, которые не верят в высшие силы, не верят в самого себя, не верят ни во что. Ну тогда ему не поднять ни энергии, ни вибрации. Должна быть работа над собой. прощение, а не угнетение и не жалость. Угнетение и жалость самого себя. То есть вы сами себя загружаете, загружаете своих родных и близких и не даете возможности себе вырасти и пойти дальше. Скажите, а может быть как-то человек специально каким-то ударом энергетическим запущен ваш процесс например, размножением? Может. И какими-то факторами вот такими, как искусственными. То есть человек живет все нормально и нормально и вдруг он раз и заболевает. и то есть как это может происходить? Это нельзя сказать, что это дело одной секунды. То есть в любом человеке присутствуют такие клетки, как мы. Энергетический удар он может вызвать, но что несет в себе энергетический удар негативный. Несет низкие энергии, низкие вибрации. Если человек поддается этим ударам, стрессовым ситуациям, не разбираясь, пускают их в себя, опять же сжимают свои клетки, понижают энергии и вибрации, клетки сжимают. Сжимают это чем? Страхом? Как это можно по-нашему, по-человечески понять? Сжимает? Что происходит? Это какой-то стресс? Страх, стресс, обида. Вот эти факторы сжимают клетку? Ну, можно показывать, как сердце сжимается. То есть, это идет о предправах. Какие чувства? То есть, когда сжимается сердце, вы чувствуете сердце. Давление такого сжатия идет на каждую клетку. Это не только сердце чувствует. Давление такое уже идет на каждую клетку. и пошло. Пошла опять цепочка зарождения, ваша активация. Вы вступаете уже в свою деятельность и организм уничтожается. Просто надо учиться реагировать на разные ситуации спокойно, на разные стрессы и ситуации спокойно. Это опять же защита, механизм защиты. То, что мы учим в самогипнозе, постоянно чувствовать себя полноценным, защищенным и не поддаваться на всевозможные провокации. Поэтому просят людей кого-то молиться, кого-то просто радоваться жизни, напитываться. от природы, напитываться в медитациях, напитываться от музыки. Для чего? Чтобы повышать свои энергии и вибрации. Когда вы их повышаете, вы даже заметите, вы начнете меньше болеть не только раковыми болезнями, но и другими болезнями. Хорошо. Вот еще такой интересный вопрос от подписчиков наших. Почему алкоголик пьет, курит и живет долго, а например врач высокообразованный раз и умирает от рака. Мы бы сказали, что на это влияет. Да. Мы живем в стрессовой ситуации. У такого создания, как алкоголик, нет особо стрессовых ситуаций. Да, ему все равно. Он живет спокойно в своем мире. особо. А у врача у него много стрессовых ситуаций. Высокая ответственность. Нервы, стресс, переживания, ответственность. поэтому вот так вот. Да, все понятно. Опять же, такие вопросы, почему раньше люди меньше страдали? Меньше стрессов было, меньше агрессивных веществ извне попадало в организм, меньше агрессивных ситуаций, агрессивного давления меньше было на человечество. А есть продукты, которые максимально как-то вызывают рак? Нет, не могу такого сказать. Почему? Потому что все зависит от состава сейчас продукты такие, что покупаешь одно, а у него внутри совсем другое. Химическая какая-то другая пищевая цепочка. Может быть какая-то пища новая, как она называется, генномодифицированная? Нет, не только она. Обработка, обработка земли, обработка разными химическими средствами, пусть говорят, что все в пределах нормы, нету пределов нормы. Что оно все выветривается, никуда оно не выветривается. Мелкие микро-микро мельчайшие частицы всегда остаются в этом продукте. Этот продукт, впадая в организм, расщепляется. Эти частички выходят и достаются частички кому? Нам, клеточкам. Да, все понятно. что овощи, что фрукты. Все заражено, могу сказать так. Поэтому не обижайтесь, старайтесь больше покупать в других местах. Ну, рынки, то есть искать чистую еду. Бабуш каких-то, хотя иногда бабушки тоже подсыпают что-то, пусть там будет меньше чистоты, меньше вкусноты у этих бабушек. Но там будет реально больше пользы для вашего организма. Поговаривайтесь с кем-то. Пусть под вас сажают, ухаживают, потому что это будет стоить тех денег. если вы сами не можете. Да, это все касается. То есть ты договариваешься с какой-то бабушкой, с родной, не с родной, знакомой, не с знакомой, чтобы под вас посадили, а вы урожай у них будете скупать. Да, да, да. То есть мы таким образом начинаем убирать из магазинов пусть это будет дороже, но дороже вашего здоровья, здоровья ваших следующих поколений, дороже нету ничего. А в магазине вы не найдете ничего полезного. Ничего. Ни фрукта, ни овощей, ни резинового сапога полезного. Ничего там нет. Все поняли вас, хорошо. Еще такой вопросик. Является ли онкология программой ухода из жизни? Нет. сбой организма? Сбой организма. Можно его назвать приобретенным заболеванием? Можно. Можно назвать приобретенным. просто вот это как раз когда человек уходит и болезнь, оно может быть просто как в одно время. То есть человек болеет раком и уход у него приблизительно в этом возрасте должен быть. и человек уходит. Но программы такой нет. Хорошо. Хорошо. Очень хорошо. Все тогда. Большое вам спасибо. В принципе для нас все понятно. Надеемся, что многие люди поймут. корень возникновения этой болезни этой проблемы. Я тоже надеюсь. У нас нету цели погубить людей. Мы что функционируем в здоровом теле спокойно. Что в больном. То есть нам нету разницы. А, то есть вы и у нас получается есть. В каждом организме. В каждом организме просто то как лекарство. Ты его можешь использовать во благо, а можешь использовать во вред. Вот мы есть в каждом человеке. И как человек запустит сам в себе эту программу, так мы и будем функционировать. но у нас нету цели убить все человечество и чтобы все мучились и умирали от рака. То есть вы нас включаете в таком режиме сами. Хорошо, отлично. Скажите, а в животном мире вы есть? Бываем. Тоже бываете? А на других планетах других? Бываем. Бываем. Отлично. То есть от вас не нужно убегать, не нужно вас бояться. От нас, а как ты от нас убежишь? Да, повнимать. Ты не убежишь, ты будешь бегать вместе с нами. Ну да, все правильно. Повышая свои энергии вибрации, вы спокойно себе находитесь в нас. Это ваш спящий какой-то режим? Или вы просто живете себе нормально? Это наш обычный образ жизни. Это не спящий режим. А когда активация происходит? Уже сказали, когда проходит активация. Нет, мы поняли. А тогда какой у вас режим жизни включается? Ну обычный тоже режим жизни. И так обычно, и так обычно. И в спящем обычно. Просто вы выполняете включенную программу. Мы выполняем включенную нас программу. Мы рождаемся одна волна. Потом нас стресс всплеск и переключили на другую волну, другое радио. Мы играем другую музыку, на какую нас включили. Все верно. Хорошо. Отлично. На такой фразе будем заканчивать общение. Всего до свидания.